МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно легенде, правша изготовил первого в истории робота и подковал инфузорию-туфельку. Именно с него началась история отечественной робототехники. Крылатые доставщики еды, эвакуаторы, телепорты сегодня для ижевчан полезная и приятная обыденность. Все это стало возможным благодаря легендарному отечественному концерну «Ижевск Дайнемикс». Именно здесь, в этих цехах, творится будущее. Недоброжелатели говорят, что все это компьютерная графика. Опровергнуть эти слухи новый директор намерен лично. Тут роботы сходят с конвейера, а потом дорабатываются с помощью высокоточных напильников. Подробнее о новой линейке нам расскажет ведущий специалист. Скажите, чем же смогут похвастаться новые модели? У нас в старых моделях был бак, робот переставал работать, если на него не смотрят. А в новых моделях эту проблему устранили. Мы сделали новых роботов самообучаемыми. Они изучают привычки своих хозяев, адаптируются, становятся человечнее, что ли. А что у вас вот здесь такое? Там ничего особенного, вам не надо туда. Пойдемте, я вас отведу. Моя последняя разработка – это чип души. Только он пока не работает. Требуется построить робота высотой 30 метров и в гжель выкрасить. А, у них уже есть 30? Ну, тогда 33, чтобы им там неповадно было. Прекрасно. Как будто всю жизнь здесь работал. Знаете, мы с роботами уже, как это сказать, ну, как родные дети. Делаем с ними первые шаги, носимся везде с ними. А вот бытует мнение, что с момента вашего назначения ничего выдающегося не произошло. И отечественная робототехника безнадежно отстала от мировой. Вот как это вы прокомментируете? Это либо очередная заказуха, либо, ну, завидуют товарищи. Там на Западе любят бравировать смелыми инженерными решениями, а потом все с треском профукивают. Ну, все, что они там сделали, это же украдено у нас. И в отличие от некоторых, у нас это работает. По прогнозам аналитиков, буквально через пару лет роботы станут неотъемлемым атрибутом любой современной семьи. А новый директор уверяет, что свежая линейка готова к презентации, которая состоится сегодня в этих стенах. Это были новости из Ижевск Дайнэмикс. И к другим новостям. Жители Энска сжигают телекоммуникационные вышки нового поколения 20G. Этих новых вышек излучения вообще нету. Раньше-то как было? И на до, и большие. Карточки уходят в прошлое. В селе Нижнее Чуево Мучкапского района была установлена водоразборная колонка нового поколения. Подходит к концу неделя дебатов на текущих президентских выборах. Оппоненты возмущены присутствием в списках технического кандидата. Внедрение роботизированных технологий встречает своих противников. Специальный репортаж из Уссурийска. Председатель исполнительного комитета Уссурийского района Виталий Наливкин прокомментировал заявление главы компании Ижевск Дайнэмикс о наращивании производства роботизированных андроидов. Какие роботы? Какой Ижевск? Дайнэмикс тем более. Я вообще понять не могу. У нас и так по Уссурийскам без работы ходят. Да роботы заполонили без... Помимо этого, по решению председателя, для большего укрепления спокойствия граждан, внедрение новых технологий на территорию Сирийского района впредь будет временно приостановлено. Жилищный комплекс Тесеракт. Возможность жить в невозможной геометрии. Пенчание. Квартиры расположены в четырех измерениях. Целостность пространственного временного континума не гарантирована. Ознакомьтесь с проектной декорацией и подобностями на сайте. А теперь к погоде. Системы климат-контроля работают исправно. В подавляющем большинстве регионов нашей страны стабильно хорошая погода. Лишь в некоторых городах включен режим ненастный. Представители ЖКХ обещают вернуть в эти города солнце, как только будут погашены все долги по коммунальным платежам. А сейчас прямое включение из Ижевск Дайнемикс, где началась долгожданная презентация новой линейки роботов. А я с вами прощаюсь. Это были все новости Кэт. Как тебе такое, Бостон Дайнемикс? КОНЕЦ Абсолютно! Абсолютно! СТО! А не работа! Сработало! Продолжение следует...